Первый лицей известен высоким уровнем получаемых здесь знаний, а также интересными начинаниями и мероприятиями, направленными на многостороннее развитие учащихся. Клуб «Юные дипломаты», только что торжественно открытый в этом образовательном учреждении, как раз и призван помогать его участникам в освоении международного общения и получении знаний о нашем историческом наследии в этой важной сфере. В первом лицее побывали необычные гости, исполняющие обязанности руководителя представительства Министерства иностранных дел России в городе Краснодаре Аташе Виталий Николовский, старший специалист представительства Гаспар Аганесов и будущий дипломат Владимир Стародумов. Директор лице Любовь Белик показала гостям мастерские, где школьники осваивают навыки трудовой деятельности, библиотеку очень удобную и красивую, с богатым книжным фондом, кабинеты иностранных языков, где находится не только то, что нужно для обучения, но и небольшая, очень интересная музейная экспозиция, в которой есть предметы из различных зарубежных стран. В школьном музее гостей познакомили с историей учреждения образования, которое насчитывает 110 лет. Особая историческая страница участия выпускников школы и учителей в боях Великой Отечественной войны. Лицей носит имя семи героев Советского Союза, его выпускников. Торжественное открытие клуба началось со стихов о родном городе и песни, исполненной ученицами лицея. Все земли, если ваши сны, мир наш, изменить смоли. Живи, чтоб не грозь, небо, чтоб без слез, в мире без войны. Тьютор клуба юной дипломаты, победитель краевого конкурса «Учитель Кубани-2019» Галина Мирная рассказала о работе клуба, который за 4 месяца уже смог сделать очень многое. Хотя всего 4 месяца, но я считаю, что мы прямо развернулись. Ну, во-первых, вы уже видели, мы создали, пусть небольшую, но все-таки очень важную, серьезную коллекцию сувениров, различных вещей, книг, старинных в том числе. Гордостью нашей выставки является Патефон. И про Патефон сегодня все слышали, все уже запомнили, что он у нас есть. Чтобы больше 70 лет каждый прикоснулся, посмотрел, послушал, как он звучит. И мы назвали эту коллекцию «Среди времен со всей земли. Нас 22. С 5 по 10 класс». Мы все разные, но нас объединяет любовь к Родине, жажда знаний, стремление к дружбе, миру и согласию. И, быть может, спустя несколько лет на международной дипломатической арене именно наши юные дипломаты будут представлять свою страну. Исполняющий обязанности руководителя представительства Министерства иностранных дел России в Краснодаре Аташе Виталий Николовский сердечно приветствовал всех собравшихся и высоко оценил усилия организаторов этого клуба. Я хочу поприветствовать участников нового на Кубанской земле клуба юных дипломатов. Вы замечательны. Я вижу это в ваших лицах. Вам повезло. Вы живете сейчас в то время, когда все течет, все меняется настолько быстро, настолько стремительно. И все это соответствует вашему характеру. Когда какие-то долгие пласты, нюансы истории сейчас сменяются стремительно. Каждый год происходит что-то новое. И мое пожелание вам – будьте такими же. Успевайте за современностью. Будьте даже впереди нее. Это в вас есть. Директор первого лицея Любовь Белик подчеркнула, что ключевое слово, которое прозвучало – это дружба с людьми со всего мира. А мы хотим дружить с ребятами нашими. Не только соседней школы, не только городов. Мы хотим вообще дружить со всеми детьми мира. Потому что дружба – это традиции, культура, обычаи, язык. И это самое главное, о чем пели дети. Это мир. Он нам так нужен. Если мы все будем друг от друга знать и будем дружить, у нас никогда не будет войны. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко отметил, что идея организации нового клуба просто замечательная. И она в русле всей деятельности лицея, направленной на всестороннее развитие учеников. Мы всегда встречаемся, когда что-то новое, что-то серьезное в лицее открывается. Это говорит, и уже казалось бы, что нового можно было бы придумать. Что-то, может, Левова Ивановна нашла такой новый подход, новую идею. Но когда я узнал, что там Галина Александровна, я понял, что это будет точно серьезно, знаково. И уверен, что клуб «Юный дипломат», он, естественно, найдет себя серьезно в ассоциации юных дипломатов. Если такая есть, то хорошо. Если такой нет, то она, я думаю, будет обязательно создана в ближайшее время. Затем состоялась пресс-конференция дипломата. В ходе ее Виталий Николовский ответил на вопросы ребят, которых интересовало буквально все, что связано с дипломатической службой. И зачастую даже не представляешь, что сегодняшний день, какую задачу поставит перед тобой. И она бывает такой, с которой ты ни разу не встречался. И поэтому в нашей работе, пожалуй, интуиция, возможность быстро понять, что нужно делать, скоординироваться. И, опять же, обычное решение лежит на тебе, и тебе нужно принять именно то самое единственное правильное решение. А от него, бывает, зависит судьба человека. Участники клуба «Юные дипломаты» расширяют свой кругозор по многим направлениям, узнают много нового, улучшают знания языков, приобретают навыки работы в команде. Мы занимаемся изучением множества языков, как испанский, французский, углубляемся в английский. Также знакомимся с культурой других стран, с историей, с экономикой, положением страны в мире. Также изучаем экологические проблемы, международную систему единиц, множество других разных наук. Также хотела сказать, что помимо этого всего мы устраиваем различные мероприятия. Вот сегодня у нас было официальное открытие. Родители очень довольны тем, что их дети занимаются в клубе. Они уверены, что это очень полезный опыт. Когда пришло нам сообщение в детском чате от классного руководителя, я даже не задумываясь сказала, «Сынок, тебе это надо! Это, во-первых, интересно, ребенок будет развиваться совсем по-другому. И общение с многими детьми уже совершенно, ну как, с других стран. Поэтому я очень рада, что он вступил в этот клуб». Девиз клуба – согласие рождает победу. Клуб юной дипломаты только в начале своего пути, такого важного и нужного. Пусть ему в развитии сопутствует удача. А победы обязательно будут, если проявлять усердие и подходить ко всему творчески. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».